После того, как у меня появился дегидратор, я прям плотно подсел на тему сушки овощей, фруктов, ягод, мяса и так далее. Великолепные фруктовые и мясные чипсы, сушеные колбаски, цукаты. Но когда приготовил первый раз сушеные грибы, это были осенние опята, такой ароматнейший суп получается, что у меня прям в голове засела идея приготовить сушеные сморчки и из них приготовить суп. Всем привет, вы на канале Монах ТВ. Грибы перед сушкой мыть не стоит, я вот так вот мягкой щеточкой стряхиваю. Но со сморчками, конечно, лучше разделять ножку и шапку, потому что под ней может быть кто угодно. И жучок, и паучок, и слизень. Даже если какой-то мусор останется, ничего страшного, потом же будет все замачиваться и все отстанет. А если помыть, то теряется ароматика грибов. И сушить придется как минимум в два раза дольше. Перебрал все грибы. И будем загружать в наш дегидратор. Ромит модерн. Просто на решетке. Не знаю, хотел я сначала их нарезать. Потом почему-то решил, что просто вот так вот их разложу. А потом, когда высохнут, можно поломать, можно так оставить. Не хочу, в общем, я их делить. Заодно посмотрю, что получится. Некоторые грибы маленькие оставил вместе с ножкой. Вычистил оттуда все ватными палочками. Ох и муторный этот процесс. Вообще, чистка грибов. Надеюсь, это того стоило. Да, я понимаю, конечно, что целые грибы будут сохнуть дольше намного. Лучше их, конечно, разделить на две части. И они будут намного быстрее сохнуть. Но я вот захотел именно так. И я их неспроста положил таким вот образом. В дегидраторе, конечно, нагрев распределяется равномерно. Но все-таки вентилятор у него дует от задней стенки. И поэтому я вот так вот воронками, можно сказать, к задней стенке расположил. Чтобы воздух дул сюда. Ну и, наверное, буду устанавливать через одну. Ножки тоже пойдут в дело. И я их тоже резать не буду. Вот как есть, пускай так и будут. Вот так вот просто раскидаю на решетку. Загружаем ножки. А это вот как раз те целые грибы. Правда, ножки я им немножко подукоротил. Замучился вычищать из них мусор. Но я справился. Ну вот сейчас высушу сморчки. И уже буду иметь представление. Сколько времени. Стоит их делить. Не стоит. Ну и всякие такие мелочи. Чтобы потом просто и быстро все это делать. Загружаем. Ох, красота. Вот в итоге получилось 5 решеток через одну. 2 килограмма грибов. Ну там с копейками. Ну и включаем дегидратор. Для грибов вообще оптимальная температура 45-50 градусов. Но некоторые пару часов сначала сушат на такой температуре. А потом прибавляют до 70. Это сокращает процесс сушки. Я этого делать не хочу и не буду. Ставлю 45 градусов. И время 15 часов. А там посмотрим. 10 часов прошло. И сморчки наши все высохли. И как хорошо, что я оставил их целыми. Такие мелкие прикольные стали. Воздушные. Сейчас заодно их взвесим. Сколько получилось из 2 килограмм. Отлично снимаются с решетки. Ни грамма не прилипли. Ножки вообще воздушные. Единственное, что я забыл сделать, это поддон поставить вниз дегидратора. В принципе, ничего страшного. А вот решетка с целыми грибочками, которые я оставлял с ножками. Красотища. 170 грамм получилось их. Легкотня. Я их разделил. Ножки отдельно перетру в ступке. И приготовлю какой-нибудь соус. Ну а для себя решил, что в следующий раз буду делать только шляпки. Они вот такие вот красивые получились. Хорошо, что я их не стал нарезать. Хранить можно до года в хорошо плотно закрытой емкости. Или можно завакуумировать. И такая заготовка хранится до 3 лет. Можно в морозильник положить и забыть. Результат меня, конечно, порадовал. Но чтобы до конца в этом убедиться, Сейчас по-быстрому приготовлю грибной суп. И продегустирую. 15 грамм сушеных сморчков. Сейчас залью водой комнатной температуры. Я уже так неоднократно делал с сушеными опятами. Меня все устраивает. Хотя некоторые заливают кипятком. Ну и пускай пропитываются водой, набухают. Заодно посмотрим, сколько на это времени уйдет. Прошло 15 минут. И все, грибочки наши восстановились. Солью воду, промою, порежу. И будем готовить супец. Суп готов. Немного сметанки. И немного свежемолотого перца. Аромат вообще бесподобный. Уже слюной весь изошел. Да, это очень вкусно. Вообще суп со сморчками это что-то. С сушеными вот не могу понять. То ли вот они на одном уровне стоят. То ли с сушеными даже более насыщенный вкус. В принципе так и должно быть. Это обалденный суп. Вкуснотища. Ну супы-то уж наверное все умеете готовить. Здесь ничего сложного. Самый простой. Вода, грибы, немного картофеля. Столовая ложка риса промытого. Зажарка из лука и моркови. И соль. Соль. Огонь. Сморчки мне осталось еще попробовать маринованные в автоклаве. Надеюсь у меня это получится. Ну а вы подписывайтесь на мои каналы. На ютубе, на яндекс.зене. Будет много всего интересного. Делитесь этим видео с друзьями. Оставляйте свои комментарии. Всем приятного аппетита. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok